Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж, а мы продолжаем. И сегодня мы начинаем, так сказать, новую рубрику. У нас будет новый проект, который будет называться «Как построить Быструю 2108 с ноля». И сегодня у нас ее первая часть под названием «Разборка автомобиля до голого кузова». То есть так как мы все разобрали, будем машину полностью собирать с ноля. Здесь раньше стоял двигатель 16-клапанный на четырех дросселях, то есть на горизонтальных карбюраторах. Мы его сняли и будем сюда устанавливать двигатели 8-клапанный на Megasolix 3030 с параллельным открытием. То есть перехожу с 16-клапанов на 8-клапанов. У меня есть видео на канале, можете посмотреть. Называется «5 причин, почему 16-клапанник хуже, чем 8-клапанник». То есть почему 8-клапанник лучше, чем 16-клапанник. Там я детально рассказываю 5 причин, почему и в чем 8-клапанник лучше 16-клапанника. Этот двигатель я снял, его полностью разобрал. В дальнейшем я сниму вам ряд видео про все детали этого двигателя. Он разобранный, то есть отдельностью по каждой детали я сниму обзор. То есть про голову, про распредвалы, про коленвал, шатуны, поршня, блок. Это все расскажу. Маховик. С чего этот двигатель состоял, если кому-то интересно, как такой двигатель построить. Все детали с того двигателя продаются. Есть в моей группе ВКонтакте и на драйве есть объявления. Кому интересно, в описании будет мой номер телефона. То есть можете купить. Здесь мы вытянули двигатель, коробку. То есть у нас здесь все пусто. Салон тоже полностью разобран. Будем все делать, собирать с нуля. Сейчас я вам покажу и расскажу. Бампера у нас нет, снят. Потом будем устанавливать. То есть двигатель у нас тоже тут полностью пустота. Ни двигателя, ни коробки, ни приводов. Ничего нет. Салон у нас тоже разобран. То есть нету здесь ни потолка, ни сзади ничего нет. Все полностью разобрали. То есть есть только одна панель. Ну панель я, в принципе, никогда не разбираюсь. Всегда ее оставляю, даже если это корчь. По днищу. Что у нас? Днище, конечно, у нас печально. Сейчас я зайду и с той стороны покажу. Вот у нас такое днище. Конечно, года берут свое. Машина 90-го года. Ей 28 лет. Но меня это все не пугает. Так как я еще и не такие машины восстанавливал. Вот, допустим, в предыдущих видео вы видели мой москвич 2140. Ему 42 года. Он 76-го года выпуска. Там от машины, грубо говоря, родной осталась только основа днища и лонжероны. Потому что я все полностью менял. Вплоть даже до крыши, капот, двери, крылья, фартухи. Полностью все менял, красил. И, как вы видели, машина сейчас выглядит как новая. Так что меня это не пугает. Немного поржавело. Конечно, снизу, с поднища не так все было печально. Когда я снял ковролин, то оказалось, что есть у нас вот такая дыра. Это я, конечно, уже ее раздолбал. То есть все, что вытрухнул. Здесь у нас тоже вот так. По порогу. Просто в свое время, когда-то, когда ее еще раньше до меня делали, снизу приварили новый металл, а этот старый металл оставили. Это мы все поварим, всю гниль вырежем. И будем все дорабатывать, вырезать, варивать новый металл, обрабатывать грунтовкой и мастикой. С этой стороны я уже немного начал вырезать. Вот, если видите, вот. У нас, грубо говоря, тут самое печальное место такое, короче. В районе порога, короче, прогнило. Это я уже начал вырезать до полностью нового, ну, не то, что нового, такого металла, где можно за него нормально зацепиться. И потом это мы все сюда варим новый металл, новые поддомкратники. Также будем, вот еще есть пару мест таких. Это тоже все будет вырезаться. Вон там у нас находится вот такая дыра в моторном щите, через которую раньше проходила кулиса коробки, так как двигатель был наклонен. Мы ее тоже заварим, вот эту дыру, а все будет как по столку. Это все, я говорю, обработаем. Все это дело будем собирать с нуля. Также вот эта дыра, которая из салона, она сюда выходит. То есть это мы ее тоже с этой стороны заварим. Салон будем тоже полностью собирать. То есть машина будет, грубо говоря, по заводу. Будет и потолок обшит, карпетом, то есть будет музыка стоять. Все мы полностью соберем, все сиденья, то есть будет полностью стритовая машина. По двигателю, я же говорю, мы соберем восьмиклапанник. Ну, за основу возьмем двигатель, тот, который на данный момент стоит 2109. Еще внесем кое-какие доработки, потому что сейчас на данный момент двигатель едет 7 секунд до сотни. И сделав доработки, я хочу добиться, чтобы машина ехала 6 секунд до сотни. Что такое 6 секунд до сотни? Это едет, чтобы вы понимали, это, допустим, едет Lancer Evolution. То есть при этом машина будет ехать, опять повторюсь, на восьми клапанах и на одном карбюраторе. И полностью собранная. В дальнейшем уже, когда я буду дорабатывать, переделывать ходовую, я тоже покажу про ходовую, все ее доработки. По кузову, сейчас мы занимаемся восстановлением кузова. То есть вы видели, что днище у нас немножко в печальном состоянии. Мы его полностью восстановим, все сделаем. Машину также будем обешумливать и с пленом, и вибросумкой, и еще кое-какой изоляции, я все это покажу. Также потом мы в дальнейшем освежим полностью покраску по внешке. Дело в том, что я все делаю сам. То есть сам варю, сам красю, собираю двигателя, то есть полностью делаю сам. В принципе, для меня это не проблема, там, покрасить машину. Так что вот такие пока что у нас дела. То есть машина в разборе. И будем теперь ее потихоньку восстанавливать и собирать с нуля. То есть кому интересно, то есть задавайте какие-то вопросы. Я буду стараться вам по ходу всей работы последовательно рассказывать, что куда и как, какие детали. То есть наглядно это показывать, чтобы каждый из вас при желании мог построить такую же быструю восьмерку. При этом я же говорю, это будет машина, на которой можно будет... Это не будет ни корч, ни там, ни супер какая-то, будем так говорить, гонка, как сейчас модно говорить. Это будет стритовая машина, которая будет быстро ехать. Я думаю, что и 6 секунд это очень даже быстро. Потому что 6 секунд это если не турбовые машины, это 4-митровые машины стандартные едут такое время. То есть или там 2-2,5 турбовые машины в другое время они едут. А мы это попытаемся добиться на 8 клапанах и на одном карбюраторе. Сейчас уже едет 7 секунд, так что еще одну секунду, тем более я знаю, какие доработки можно внести. Можно эту секунду будет набить. Так что, кому интересно какие-то вопросы, то есть задавайте в комментариях. Если кого-то также интересуют какие-то доработки по двигателю, обращайтесь, то есть помогу, расскажу. Также в моей группе ВКонтакте и на Драйве есть интересные спортивные запчасти на продажу. Так что, кому интересно, обращайтесь. Всем спасибо за внимание, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok